Мы с вами находимся в селе Михайловка, относящемся к городскому поселению Присковское. Более того, оно входит в состав городского поселения Присковское, поэтому здесь живут горожане. Сейчас мы разговаривали с женщинами, они возмущаются. Платим электроэнергию по городскому тарифу. Сравнивать себя с сельчанами село Калинино, где и школа основная, общеобразовательная, есть даже заправка, клуб. То более большое село, и они платят как сельчане. Тоже в состав городского поселения Присковское. А эти горожане смеются над собой. Ну это как смех-то такой ироничный. Здесь напрямую до Нерчинска 5 километров, но только когда маленькая Нерча, когда большая там протока Элимка. Да, еще Михайловку и называют старый город, да, отсюда. Здесь первоначально острог стоял в Нерчинске. Ну там совсем немного они высадились на правобережье, где Калинино, а потом здесь острог. Здесь начало Нерчинска, а потом уже, когда затапливало, туда перебрались. То есть, когда река прибывает, Элимка, это проток, она отсекает. А так у них вот сообщение, только висячий пешеходный мост с поселком Порисковой. Да, мы идем по улице Молодежной. Молодежные горожане живут на улице Молодежной. И вот поэтому, значит, велосипеды там, мотоциклы там проезжают с коляской, не знаю, на мотоциклы. Мотороллер с кузовком проезжает. Сегодня исполняющий обязанности Орсипов приедет в Порисковой там, и, видимо, его подвезут с той стороны к этому висячему мосту. То есть стоит вопрос, как бы, мост сменять на новый. То есть он уже, не знаю, какого года. То есть это будет основное связующее. Ну, приехали с корреспондентом здесь газеты Земля. Она хотела осветить, что здесь инициативная группа, они проект хотели сделать, чтобы туристическую тропу здесь, когда туристы приезжают в Нерчинск, чтобы сюда был проезд. Ну, наверное, проезд будет там, когда эта река небольшая, напрямую сюда. А так, наверное, будет заезжать с той стороны, со стороны Порисковой, уже пешком через пешеходный висячий мост туда проходить. Если, конечно, этот проект будет реализован. Ну, народ работает, кто в Порисковой. Вот они считали, женщины, человек 14 в Порисковой работает. Там, вот, на хране моста железнодорожного, через Нерчинск, при впадении ее в шелку, как мост железнодорожный, Транссибирская магистраль. Также работают, значит, в садике, на железной дороге. Ну и в городе Валероне, то есть это мясопереработка колбасные изделия на шеллерон. Также в Макнере это молочно-товарное производство молочно-товарной продукции. Ну, разъехались, остались те, кто уже остался в родинках. В основном стабильные. Вот их беспокоит только вот сообщение, дамба, тарифы городские на электрическую энергию. Вот такие насущные. Дорога бы, конечно, отсыпать. Я тоже давно по ней не проезжал. Я думаю, что она была, она сейчас в лужах накатали повыше, там полевую сделали дорогу. Сама была там грунтовка, но по ней уже практически не ездят. Сейчас она вся стоит там, просела. Лужи на ней. Ну вот эта дорога, чтобы в Нерчинск было. Все равно большую часть времени зимой напрямую по дороге ездят. Сюда, на Нерчинск. Но река Нерча большая не так часто, что перекрывает совсем, но перекрывает. Зимой они говорят, пока большие машины не проедут снег, не накатают, не проторят дорогу. Да, здесь и крапивы много, и этой, которую выкашивать надо. Трава, попиум для народа. Редактор Савченко Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова . Мыметречение